Армейские подразделения помогают Приморью ликвидировать последствия наводнения после тайфуна. Особое внимание уделяется Круоновке. Это населенный пункт в 70 километрах от Владивостока. Он наиболее пострадавший от паводка. Ровную переправу там обеспечивают плавающие транспортеры из состава Восточного военного округа. Возвращение в Круоновке Отрезанное от внешнего мира пришлось бы совсем тяжко. Транспортеры доставляют населенный пункт, продукты, воду и даже автомобили. А иногда идут на помощь сельскому хозяйству. Доставляют крупный рогатый скот. Всего же за неделю военнослужащие перевезли с берега на берег около 2000 жителей. Войско-радиационные и химические защиты во всех пострадавших районах проводят очистку источников питьевой воды. Я думаю, что колодцы надо в первую очередь очищать. То есть выкачивать эту старую воду, дезинфицировать, восстанавливать целостность. Потом они сами будут заполняться и оттуда уже смотреть какая вода. Только так. Военнослужащие также ежедневно доставляют чистую воду жителям подтопленных населенных пунктов. В Приморье остаются до сих пор еще под водой свыше 1200 домов. Тайфун Lionrock принес на прошлой неделе в край трехмесячную норму осадков. Там по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Продолжение следует...